Привет всем ребята, на связи GrimOptimist и в сегодняшнем ролике мы поговорим с вами о тех аспектах игры Калибр, которые лично мне капитально не нравятся. Я считаю, что все они нуждаются как минимум в переделке, в доработке и возможно что-то из этого вообще лучше убрать. Это всего лишь мое мнение, ребята, но я предлагаю всем зрителям, то есть вам, смотрящим данный ролик, в комментариях обязательно по ходу просмотра или сразу после просмотра написать, прав я с вашей точки зрения или все-таки разработчики все делают правильно и, как говорится, им виднее. Чтобы было понятно хорошо даже тем, кто в игру не играл, я продемонстрирую, ребята, все эти вещи наглядно. Для этого нам понадобится, ну для начала, боец вымпел 2004, медик и заходим в тренировочный режим, который как раз таки присутствует в игре специально, чтобы мы могли как-то тренироваться, тестировать механики, да, как-то вот совершенствоваться, что-то в таком духе. Вот, заходим в тренировочный режим, вот, и у нас данный персонаж вооружен пистолетом-пулеметом с высокой скорострельностью, где магазин на 20 патронов идет по дефолту. Потом можно его прокачать до 30, по-моему, да, но это долго и поначалу вы будете, ну, далеко не один день бегать именно с 20 патронами. В чем проблема, как мне кажется, игры Калибр? Ну, у меня создалось устойчивое впечатление, что разработчики сами не знают, что они хотят сделать из данной игры. То есть, с одной стороны, данная игра это очень казуальный проект, который рассчитан на максимально широкую аудиторию. То есть, чтобы абсолютно любой человек, даже если он никогда не играл в шутеры, мог зайти и уже там что-то у него получалось, как говорится, да, чтобы он уже мог кого-то убивать там, ну, все в таком духе. Но, например, вот, да, видимо, для этого в игре безумно высокий time to kill. То есть, для убийства противника требуется очень много времени. Я об этом уже говорил, но сейчас покажу просто, чтобы всем было понятно. Вот у меня ппшка на 20 патронов, да. Вот противник. Вот дистанция стрельбы, ну, невысокая, как вы видите. Сколько мне понадобится патронов, чтобы его убить? Давайте засекаем. Вот просто зажимая в центр тушки. Да, в голову сейчас не рассматриваю, в голову отдельно поговорим. Смотрите. То есть, мне потребовалось примерно две трети магазина. И то, я просто уже чувствую тайминги, я очень быстро прекратил стрелять. То есть, как только противник упал, я сразу прекратил. Обычно в горячке боя такого не происходит. То есть, если вы в кого-то зажимаете, вы еще несколько пуль выпустите, ну, просто в молоко. Сейчас покажу. То есть, как-то вот так это будет выглядеть. Вот как я сейчас сделал. И в этом случае у меня ушел практически весь магазин. То есть, видите, что аж до красного. Вот, я не могу вам показать, к сожалению, саму иконку. Ну, она находится, скажем так, внизу, чуть-чуть правее центра. И, соответственно, друзья. То есть, для того, чтобы убить вашего противника, вам нужно зажать в него весь магазин. И при этом даже толком нельзя промахиваться. Потому что, ну, патронов очень мало. То есть, если вы промахнетесь хотя бы треть магазина, то вы его просто не заберете. Сейчас, конечно, это звучит просто, потому что противник стоит на месте. Но вы не забывайте, что в реалиях ПВП противники будут манцевать 100%. То есть, они будут пытаться уклоняться. И в вашу очередь будет выглядеть примерно как-то так. То есть, вы начали стрелять, у вас ушло немножко влево-вправо. Вот как-то так. То есть, я попал примерно в него, ну, где-то половину от магазина. В него зашло остальное, ушло в молоко. Противник остался живой. И в этом случае, да, скажем так, ну, все, я поиграл. Потому что он меня с большой долей вероятности заберет. Например, если у него, ну, там, автомат или пулемет. Просто здесь они больше урона наносят. То есть, медик, вот, лично после последнего патча, кстати, кто не в курсе, данная механика была немного изменена в как раз-таки последнем патче. И в игру была добавлена так называемая броня. Это вот серые полоски, две таких коротеньких, над синей полоской с ХП. И теперь патронов для убийства противника требуется намного больше. То есть, раньше я уже проводил такие тесты, даже ролик вроде где-то был на канале. И там требовалось, по-моему, меньше половины магазина для убийства противника. И сейчас требуется, по сути, там, две трети или даже три четверти. То есть, в два раза практически, друзья, теперь больше нужно патронов засадить противника, чтобы он упал. Я понимаю, для чего это сделано. Это сделано, чтобы у, скажем так, человека, когда по нему открывают огонь, был шанс как-то, ну, я не знаю, среагировать и ответить, как говорится, своим огнем, да. Но, к сожалению, мне лично кажется, что данная механика просто не работает. Это вызывает только раздражение из-за того, что ты, банально, не можешь практически никого убить. Вот. И то, кстати, по-моему, вот сейчас они все-таки стали побыстрее падать, потому что я пару дней назад проводил подобные тесты, и там, по-моему, требовалось еще больше патронов. Давайте теперь поговорим о хедшотах. Хедшоты — это очень такая скиллозависимая вещь всегда в шутерах, потому что в голову попасть, ну, естественно, сложнее, да, чем в тело. Давайте посмотрим, сколько в калибре требуется раз попасть в голову с пистолета-пулемета в упор. В упор, я подчеркиваю, вот прям совсем в упор. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь патронов, ребята, в голову. То есть, я думаю, разговоры о реализме в калибре можно, в принципе, заканчивать на этом. То есть, это, очевидно, казуальный очень шутер. Но при этом, например, мне совершенно непонятно, почему при таком раскладе, что это реально казуальный шутер, у нас в игре присутствует механика магазинов. То есть, у нас для перезарядки используются полные магазины, которые находятся у вас в подсумках. Если вы перезарядились, как я только что сделал, то, допустим, не до конца израсходованный магазин, он также засовывается назад под сумок, и потом в дальнейшем его можно использовать. Когда вы бегаете, например, вот вы увидели где-то вдалеке противника, вы там по нему немножко постреляли, но сейчас я убил его, на самом деле мне повезло, что он уже был раздамаженный. Допустим, вы по нему постреляли, он куда-то убежал, вот и вы можете оказаться в такой ситуации, как я сейчас, когда у вас 4 магазина, и ни один из них не полный. И понимаете, когда вы оказываетесь в такой ситуации, вы понимаете, что шансов кого-то убить у вас вообще нет. Потому что, если на вас выбегает фуловый противник, то просто банально вы не сможете ничего с ним... Вот я сейчас специально немножко криво зажал, это именно то, как будет происходить в реале ПВП, когда противники бегают, мансуют, там, приседают и так далее. Вы не сможете взять просто и всю обойму высадить в тушку ему. Вот и сейчас у меня осталось вообще 3 магазина, где по чуть-чуть патронов. Вот что я буду делать? Вот я один в него зажал, да, он еще не упал. Мне нужно перезарядиться и достреливать второй. То есть, хорошо, когда противник стоит на месте. Если он к вам подбегает, то, ну, это чаще всего заканчивается проигрышем. Потому что вам нужно искать ящик с патронами прямо во время ПВП схватки. Во время ПВП схватки, после того, как, например, ваша команда победила или, ну, в одном раунде победила или проиграла, у вас не восстанавливается боезапас. То есть, вам нужно в начале боя прямо идти искать ящик, вот так вот пополняться. Это, естественно, все тайминги сразу идут нахрен, потому что вы никуда уже не успеете, пока вы перезаряжаетесь, да, пока вы выполняете боезапас, уже противники все ключевые точки, скорее всего, займут. И вы придете уже в тот момент, когда уже вас готовы встретить. Кроме того, еще и в ПВП, вот я просто сейчас не могу показать на примере ПВП, потому что сейчас утро и, к сожалению, катка просто не собирается. В ПВП, когда вы один раз, например, пополнили боезапас вот в таком месте, да, после этого на протяжении энного количества минут вы в том же ящике пополнить боезапас не сможете. То есть, если вы, например, в первом раунде израсходовый боезапас, во втором пополнили, то в третьем раунде вы уже не сможете в этом ящике снова пополнить боезапас. Вам нужно искать какой-то другой. То есть, в игре постоянный дефицит патронов. Это касается как и ПВП, так и ПВЕ. И спецоперации особенно. То есть, постоянно никогда не хватает патронов. Я подозреваю, что это сделано для того, чтобы все не бегали и вот так вот обедрухи всех не поливали бесконечно, да. То есть, видимо, сделано, чтобы люди экономили, но по факту это так не работает. Это вызывает только раздражение. Что опять ты думаешь, твою мать, вот на меня выбегает двое противников, у меня там осталось полтора магазина, я ничем не смогу сделать. Все. Это все, что вызывает данная механика. Только раздражение. Также пистолет, ребята. Пистолет в этой игре ужасно убогий. Ну, я думаю, вот вы видите уже, то есть, сколько патронов требуется для того, чтобы убить противника. То есть, он просто очень малоэффективен. Имеет смысл использовать только когда у противника совсем писюлечка здоровья осталось, да. В таком случае, там, можно как-то попытаться его забрать. Вот, как бы, понимаете, получается, что с одной стороны дико казуальный шутер, где, ну, просто все вот очень сделано, скажем так, максимально... Блин, даже не знаю, как сказать так. Казуально просто не всем слово понятно. Сделано все так, чтобы человек мог, даже совершив ошибку, продолжить играть. То есть, он подставился, по нему постреляли, сняли ему там какое-то количество хп, он мог отхилиться. То есть, игра прощает ошибки, ребята. Но при этом, вот эта вот механика магазинов, которая присутствует, например, в таких играх, как Arma, да. Ну, я думаю, многие из вас играли в Arma. В Arma это просто симулятор военных действий. То есть, это просто супер-хардкорная игра, где, ну, с калибром ничего общего нет. И зачем? Вот эта вот механика здесь, я не понимаю вообще. То есть, просто зачем вот эта механика магазинов? То есть, как по мне, она абсолютно лишняя. Она вызывает только раздражение и ничего хорошего в игре не приносит. Это я вам еще только за медика показал. Давайте мы сейчас с вами зайдем за снайпера. И это я касаюсь только именно основных механик, ребята, игры. Заметьте, я ничего не говорю про то, что мало карт, про то, что мало режимов, про то, что ПВЕ-миссии быстро надоедают. Я говорю именно про вот core геймплей, про самое основное. И даже здесь, к сожалению, есть проблема. Вот давайте мы возьмем с вами, не знаю, оперативника, вот снайпера Громовского. Раньше он был, наверное, лучшим снайпером. Вот я просто сейчас покажу, и тоже все вопросы у вас отпадут. Заходим также в тренировку. Давайте вот. И... Вот у нас снайперская винтовка. Да, она полуавтоматическая. Теперь смотрите, сколько раз нужно в голову выстрелить. Раз, два, три. Три выстрела в голову, ребята, с крупнокалиберной снайперской винтовки требуется. Самое смешное, ребята, что в тело тоже три выстрела требуется. То есть, играя за снайпера, вообще нет никакого смысла стрелять в голову. Слово совсем. Кто-то из вас скажет, ну, есть же кровотечение. Есть, ребята, кровотечение. Да, если это способность. С ней противник умирает с двух выстрелов. Ну, то есть, там, с небольшой задержкой от кровотечения, как бы. Ну, во-первых, как бы, как вы понимаете, далеко не всегда есть возможность данную способность активировать. Во-вторых, как бы, ну, блин, это странно, согласитесь. То есть, я вообще такое первый раз в играх вижу, чтобы снайпером надо было убивать с трех попаданий в голову. И при этом точно так же с трех попаданий в тело. Это крайне странная механика. Из-за этого играть снайпером, ну, лично мне неинтересно. Потому что от того, как вы целитесь, да, сумеете ли вы быстро, как говорится, там, не знаю, быстро прицелиться и дать противнику хэдшот, да, там, ну, я сейчас это плохая идея показываю. От этого ничего не зависит. То есть, нет смысла вообще, там, все это делать. Это странно. То есть, я понимаю, что в тело, да, снайперка не должна ваншотить, я согласен. Но в голову хотя бы... Вот раньше, ну, просто, я сейчас объясню. Было время, когда вот данный снайпер, данный персонаж, он убивал в голову с одного выстрела, если включено его кровотечение. То есть, я включаю кровотечение, стреляю в голову, и противник умирал. То есть, после этого. Ну, не сразу, там, тоже несколько секунд проходило, но он умирал. То есть, хэдшот, по сути, был в голову. Сейчас его нету. То есть, да, это еще с кровотечением. Без кровотечения выстрел в голову вообще, ну, треть хп снимает всего лишь, по факту. То есть, ну, о какой скиллозависимости вообще может идти речь, я не знаю. Это следующий момент. Далее. У нас, как я показывал, в игре присутствует полоска выносливости. Это желтая полоска над синей полоской с хп. Она расходуется во время использования специальных вот этих вот, скажем так, способностей персонажей. Например, кровотечение. Там, у медика это лечение, там, и так далее. Вот. И также она расходуется во время спринта. То есть, я вот сейчас бегаю на спринте, она уходит. Проблема в том, что, во-первых, данная полоска, она, по сути, не восстанавливается. То есть, ну, она восстанавливается, но очень медленно. В реалиях пвп вам никто не даст это сделать. Вам никто не даст ее восстановить. Во-вторых, после того, как вы в пвп выиграли или проиграли матч, точно так же, как и патроны, данная полоска не восстанавливается. То есть, из-за этого вы можете столкнуться с ситуацией, когда, например, играя за медика, вы уже там в третьем раунде просто лечить никого не можете, потому что у вас все ушло. То есть, вы, допустим, в том раунде много лечили или бегать пришлось там и так далее. То есть, я тоже, я не понимаю, зачем это, то есть, просто, этот был уже расходственный, если что. Я просто не понимаю, к чему это и зачем. Три выстрела в башню, это вообще трэш, как по мне. И мне кажется, что, давайте итог такой подведем, что вот вся вот эта совокупность всех этих факторов, совокупность всех вот этих вот механик, механик, то есть, с одной стороны, механик крайне казуальных, с другой стороны, механик хардкорных, которые здесь не к месту. С третьей стороны, механик вообще довольно странных, да, что касается вот того же кровотечения. Вот совокупность всех этих факторов, она очень сильно отталкивает людей от этой игры. Я это не из головы сейчас взял, это просто мнение моих подписчиков. То есть, почитайте просто, что люди пишут по поводу вот тех же самых хедшотов, которых здесь нету. То есть, то, что нужно три выстрела в голову сделать противнику, очень много людей просто смеются, да, и над этим, и откровенно угорают. Потому что, ну, такого в шутерах больше нет нигде. Я не знаю, возможно, в каких-то играх типа Division, я просто, как бы, например, во второй Division не играл, может быть, там такое есть, я не знаю. Кто играл, ребят, напишите обязательно. Вот, будет интересно почитать. Короче, как вы поняли, вот даже, к сожалению, у основных геймплейник механик калибра все не очень хорошо, с моей точки зрения. И, конечно, тут кто-то может возразить, что, мол, наверное, под Пивковичем этого зайдет и так далее. Ребята, под Пивковичи в эту игру играть не будут. Я вам гарантирую просто это. Под Пивковичи будут играть в танки. Потому что, во-первых, у них там все уже прокачано, они все там знают, им нет никакого смысла переходить сюда. В новый проект опять донатить, опять разбираться и так далее. Во-первых, во-вторых, все-таки это шутер. Пусть он и казуальный, но это шутер. Здесь, когда ты выходишь, там нужно с того же пистолета, ну, нужно пытаться как-то, я не знаю, выцеливать и так далее. Для игры на расслабоне, да, там, под Пивково, это мало подходит. Даже в таком казуальном виде люди все равно в это играть не будут. С другой точки зрения, те игроки, кто любит все-таки, ну, шутерные механики, именно, хардкор какой-то, они в эту игру тоже играть не будут. Потому что три хэдшота, как бы, для убийства противника, это вот однозначно сразу для них неприемлемо. То есть они не будут играть в игру, где для убийства противника нужно три раза ему со снайперской винтовки в голову попасть. И получается, что у Калибра потенциально аудитория, она вообще непонятно из кого будет состоять. То есть хардкорщики сюда не пойдут, потому что, ну, слишком казуально, а казуальщики сюда не пойдут, потому что слишком хардкорно. И я вот вангую, что при таком раскладе, если разработчики ничего с этим не сделают, то все будет очень печально, когда эта игра выйдет в ОБТ, и, к сожалению, блин, ну, у меня есть опасения так думать, да. Посмотрим, конечно, как оно получится на практике, но у меня вот какие-то, скажем так, есть сомнения в том, что данная игра выстрелит, что у нее будет какой-то большой онлайн, и в том, что в нее будет играть много людей. Я предлагаю разработчикам, как говорят, критикуешь, предлагаю, я предлагаю разработчикам все-таки перебалансировать вот эти все механики. Сделайте вы хотя бы, чтобы болтовки в голову ваншотили. Ладно, это полуавтомат снайперка, да, то есть она полуавтоматическая. Хорошо, она пусть с двух убивает в голову. Болтовки должны ваншотить жбан однозначно, иначе играть вообще невозможно станет. Это будет просто жесть. Далее, вот эти вот магазины уберите нахрен, вот эти магазины. Они не нужны в этой игре, это не симулятор типа армы. Зачем это просто? Сделайте просто, например, там 20 патронов и, допустим, там 80 еще в подсумках. Допустим, взял там, отстрелял сколько-то патронов, перезарядился там, да, часть патронов из подсумков ушла. Вот как во всех шутерах делают, вообще во всех практически. Сделайте так же. Далее, все, что касается вот этой полоски, которая тратится на способности и на спринт, я предлагаю сделать следующее. Во-первых, данная полоска должна быстрее восстанавливаться. То есть вот я сейчас пробежался, вот, ну, давайте я вот сейчас еще побегаю, там, чтобы четверть, например, израсходовалась. Или треть даже, треть давайте сделаем. Вот я, допустим, побегал, да, треть у меня израсходовалась. Вот надо, чтобы она восстанавливалась, ну, хотя бы, там, секунд за 15-20 полностью, до конца. Вы скажете, тогда все будут без конца прожимать эти способности и будет слишком жирно, ребята. Ну, сделайте так, чтобы способности тратили больше. Да, ну, то есть, допустим, сейчас она тратит, там, столько-то миллиметров, пусть больше тратит, но чтобы она при этом восстанавливалась. После каждого раунда в PvP я рекомендую сделать так, чтобы все патроны полностью, боезапас у всех оперативников восстанавливался. Чтобы полоска вот этой выносливости тоже восстанавливалась. Тогда, как бы, получается каждый новый раунд, как бы, со свежими силами, да, то есть, ты начинаешь и, типа, о, сейчас отыграемся. А так, тебя, допустим, нагнули в раунде, да, у тебя и выносливости нет ни хрена, и патронов нет ни хрена, и как ты должен вот это вот все вывозить? Ты должен искать патроны, бежать к ящику, восстанавливать, пока противники занимают все позиции, уже подкрадываются к вашей базе. Ты этим всем занимаешься, а зачем это просто? Я не понимаю. Вот это те, ребята, моменты, которые я бы лично в игре поменял. И еще раз говорю, заметьте, я не касался количества контента в игре, я не касался режимов, я касался именно ключевых, вот именно самых таких основных геймплейных механик. Обязательно, ребята, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, я вот ролик затянул, ребята, извините, не умею быстро я свои мысли излагать. Пишите в комментариях, что вы думаете по озвученным моментам, подписывайтесь на канал обязательно, ставьте пальцы вверх, если вы со мной согласны. Всем до скорого, друзья, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok